Здравствуйте 18 мая 2021 года стало доступно обновление Windows 10 21H1 в этом видео покажу как получить его простыми способами с использованием центра обновления Windows кроме того сразу рассмотрим как откатиться назад если что-то не понравилось прежде чем начать хочу особо поблагодарить спонсоров моего канала Владимира из города Алитуса Андрея Николаевича из Волгограда Дмитрия из Калининграда а также других спонсоров эти люди ежемесячно поддерживают этот канал материально за что я им очень благодарен а теперь приступаем как известно раннее обновление до новой версии может привести к определенным проблемам так бывало нередко в последние годы если у вас один компьютер или ноутбук и вы не хотите получить так называемые детские болезни новой версии Windows то рекомендуется повременить подождать пока появится свежий опыт и отзывы пользователей об этой версии тем не менее многие пользователи хотят посмотреть уже сейчас что нового появилось Windows 10 21H1 это видео для тех кто хочет установить обновление 21H1 уже сейчас Microsoft объявил что новая версия 21H1 доступна на компьютерах с установленной Windows 10 с версией 20.04 и выше проверить какая версия установлена на компьютере можно так правый клик по кнопке Пуск в появившемся меню выбираем Система открылось окно у программе здесь немного опускаемся вниз и в разделе Характеристики Windows видим что на данном ПК установлен Windows 10 Pro версия 20H2 таким образом этот компьютер подходит для автоматического обновления его можно дождаться в центре обновления возможно обновление уже ждет вас в центре обновления Windows открываю Параметры Обновление и безопасность и здесь как видно появилось вот такое уведомление Обновление функций до Windows 10 версия 21H1 можно познакомиться с содержимым обновления нажав на эту ссылку нужно сказать что это условное обновление дело в том что Microsoft с 21 года поменял тактику теперь в первой половине года будет выходить небольшое обновление содержащие минимум новых опций вот это именно такое обновление во второй половине года в октябрьском обновлении Microsoft обещает больше новых функций и так чтобы установить обновление нужно просто нажать на эту строку Загрузить и установить прежде чем нажать хочу сказать что если выше этой линии у вас есть не установленное обновление то в первую очередь установите их перезагрузить их компьютер а уже затем переходите к версии 21H1 нажимаю Загрузить и установить обновление загружается и начинается его установка Для завершения обновления нужно перезагрузить компьютер при желании можно запланировать перезапуск и я перезагружу прямо сейчас После перезагрузки можно проконтролировать какая версия Windows 10 теперь здесь Как видно здесь теперь последняя версия 21H1 Если по какой-то причине вы хотите вернуть предыдущую версию Windows 10 то это можно сделать следующим образом Раньше в параметрах можно было найти кнопку для такого возврата давайте посмотрим есть ли она здесь открываю Параметры Захожу в центр обновления и нажимаю на пункт Восстановление Как видим на месте где раньше появлялась такая кнопка теперь ее нет откатить систему можно с помощью удаления обновления которое я только что установил Для этого открываю Параметры Обновление и безопасность Здесь нажимаю чуть ниже на кнопку Просмотр журнала обновлений В открывшемся окне нажимаю Удалить обновления Открылось окно со списком установленных обновлений в списке ищем обновления под названием Future Update to Windows 10 21H1 via Enablement Package Выделяю строку Правый клик по обновлению Нажимаю появившуюся кнопку Удалить Здесь подтверждаю Обновление удаляется и компьютер перезагружается После перезагрузки проверяем версию Я откатил на этом ноутбуке Windows 10 до прежней версии Если зайти в Центр обновлений и проверить их То тут же подгрузится то же самое уведомление Оно будет ждать пока вы снова не нажмете на кнопку Загрузить и установить Если вы хотите надежно приостановить обновление компонентов Windows 10 То посмотрите это видео Если обновление не появляется в Центре обновлений Но вы хотите обновить компьютер как можно быстрее То это можно сделать следующим способом Прежде чем рассмотреть его Хочу еще раз напомнить Что перед тем как обновляться Я рекомендую создать полную резервную копию вашей системы Это можно сделать несколькими способами И программами В описании этого видео вы найдете линк на плейлист Там есть несколько видео с несколькими способами создания бэкапа Не пренебрегайте резервным копированием Только вы несете ответственность за то Что делаете на своем компьютере или ноутбуке Будем считать что вы создали резервную копию системы Можно приступать к обновлению Сначала проверим какая версия Windows 10 здесь в данный момент В характеристиках Windows видно что это 20H2 Если вы проверяете обновление но его нет А обновиться хочется То можно ускорить получение обновления 21H1 Способ который покажу сейчас работает в Windows 10 Pro В домашней версии этот способ не работает Хочу предупредить вас о том что в случае с принудительным обновлением Которое я сейчас покажу Обновление сразу начнет скачиваться и затем устанавливаться Вы не сможете отсрочить его установку Как в случае с самостоятельно прилетевшим обновлением Рассмотренным в первой части Учитывайте это Итак, чтобы получить обновление прямо сейчас Открываем редактор локальных групповых политик Можно сделать это так Нажимаю кнопку Пуск или клавишу Windows И печатаю gpedit.msc Когда название редактора полностью напечатано В меню мы видим вот такой значок для запуска Нажимаю на него Редактор запущен В разделе Конфигурация компьютера Открываю папку Административные шаблоны Для этого кликаю по уголку слева от папки Здесь открываю компоненты Windows Опускаюсь почти в самый низ И открываю центр обновления Windows Внутри папка Центр обновления Windows для бизнеса Выделяю ее Внутри нахожу элемент Выберите когда следует получать Предварительные сборки и обновления компонентов Открываю его двойным кликом Наверняка этот параметр в положении не задано Выбираю Включено При этом стало активным окно Параметры ниже Кликаю по этому выпадающему списку Выбираю здесь Семи-Аннуэл Ченнел Нажимаю ОК и закрываю редактор Снова захожу в центр обновления Здесь появилась красная надпись Некоторыми параметрами управляет ваша организация Это произошло потому, что я только что отредактировал политику обновления в редакторе групповых политик Нажимаю кнопку Проверить наличие обновлений Практически сразу началась загрузка обновления функций до Windows 10 версии 21H1 После загрузки автоматически начнется его установка Для завершения установки нужно перезагрузить компьютер Если необходимо, то можно отложить перезагрузку Нажав Запланировать перезапуск Я перезагружаю сейчас Нажимаю После перезагрузки можно проверить установившуюся версию Windows 10 В центре обновления написано, что все обновления установлены После установки обновления можно вернуть настройку политики в состояние по умолчанию На этот раз открою редактор через диалог Выполнить Ну и здесь по тому же алгоритму возвращаю измененный параметр в состояние НЕ ЗАДАНО На этот раз нажму Применить Окей Очень надеюсь на восторженные комменты по этому поводу Если теперь зайти в центр обновления Windows То видно, что надписи нет и все обновления успешно установлены Если пользователь решил откатить назад это обновление То все делается точно по тому же сценарию Однако, если просто удалить обновление Оно тут же скачается и установится заново Поэтому сначала снова открою редактор группы WorldPolitik Открою тот же параметр Снова включаю его Выбираю Семи НЛ Ченел И ниже задам задержку Например, 365 дней Это максимальное значение Ниже прописываю сегодняшнюю дату Вот в таком формате Год, месяц, день Сохраняю Ну а теперь удаляю обновления по сценарию, который мы уже рассмотрели Центр обновления Windows Просмотр журнала обновлений Удалить обновления Нахожу обновление с тем же названием И удаляю его Все это мы уже подробно рассмотрели Если после удаления обновления посмотреть версию То видно, что она вернулась к первоначальному значению То есть откат произошел В центре обновления Windows можно наблюдать вот такую картину Обновления приостановлены Так как я только что сделал отсрочку При этом приостановлено только обновление компонентов Windows Защитник Windows будет продолжать обновляться Есть и другие более кардинальные способы обновления Например, использование помощника обновления Media Creation Tool от Microsoft Если есть желание посмотреть такое видео Поддержите это видео своими замечательными лайками и комментами Ваши лайки мотивируют меня записывать видео на ту или иную тему Подписывайтесь на канал, если еще не сделали это Очень благодарен тем зрителям, которые регулярно ставят лайки И делятся видео с друзьями Отдельная благодарность тем, кто поддерживает канал материально И подписан на дополнительный канал Спасибо вам Всем зрителям желаю здоровья Меня зовут Евгений Юртаев До встречи